Привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у Аленушки на почте выходной, хотя вечером я буду упаковывать посылки, чтобы утром отправить, но об этом чуть позже. Сейчас я хочу показать, что я сегодня буду делать. Сегодня у нас такая работа по замене опор для клематисов. Вот такую мы поставили изгородь от стороны соседей, но такая изгородь будет служить у меня опорой для моих клематисов. Как бы закрывать таким забором основным нам не хочется, у нас соседи дружные, поэтому вот такая изгородь в дальнейшем будет зеленая, живая из моих любимых клематисов. Здесь вдоль вот такой перегородки посажено 4 клематиса. Здесь к входу в дом я убрала стойки и поставила вот такую арку. В дальнейшем и арка будет вторая. То есть здесь я планирую поставить две арки. Вот такая арка, с которой я посадила. Одно у меня, одно вернее растение клематиса уже было. Оно живое, перезимовало хорошо. И с другой стороны. То есть я выкопала посередине, где у меня был, получается, здесь клематис у меня рос с прошлого года. Он живой. С той стороны арки тоже рос. И в середине, получается, арки я выкопала и высажу в другое место на вторую арку. Цветут красотки мои вот такие крокусы. Погода стоит у нас дождливая. Дожди передают на целый месяц. Поэтому сегодня я пересажу два клематиса. И я думаю, что в такую погоду, хотя и тепло, но очень-очень пасмурно, дождливо, сыро. Я думаю, в такую погоду хорошо делать пересадки, если, конечно, стоит плюсовая температура. Крокусы продолжают свести, но работа наша продолжается. Помимо второй арки, которую мы сделали, я сейчас буду пересаживать также еще клематиса. То есть здесь у меня серединку клематиса я перенесла на вторую арку. И с другой стороны арки я пересажу еще один клематис, который у меня тоже занимает место, где нет его в основном опоры. Он молодой у меня клематис. Я думаю, вот такие арки будут смотреться тоже очень хорошо, сочетаться на дальнем плане с живой изгородью. Конечно, сейчас в данный момент нет зелени еще, но это только начинается тепло. Я думаю, что будет все красиво. Внутрь я поставила вот такие подставки, потому что сюда я хочу расположить либо бальзамины, либо бегонии, то есть те растения, которые не любят прямых солнечных лучей. А вот такие арки с клематисами, они будут притенять немного. И будет, конечно, внутри вот такая цветущая красота смотреться и дополнять друг друга. Вот такую работу я провела, но теперь пойду приступать к формированию ваших заказов, то есть посылочек на хризантему. Вот такой набор хризантем отправляю я Ирине Зелениной, Курская область. Ирина, получается, я думаю, от нас до вас, это один регион, дойдет очень быстро. Буду отправлять обычной посылкой, не первым классом, потому что за 2-3 дня, я думаю, ничего не случится. Они будут в целости и сохранности в таком состоянии, в котором они сейчас находятся. Черенки все разные, в зависимости от сорта, от времени укоренения. Ирина, вам отправляю вашу посылочку. После отправки я вам предоставлю личное сообщение чек с трек-номером посылки. Итак, следующий набор. Алексеева Анна, Московская область, Сергеев Посад. Ваш наборчик тоже готов. Сейчас упакую, так же, как и предыдущие посылки, прикрываю субстрат сверху с влажным диском и сверху скотчем, чтобы грунт не высыпался из стаканчика. Анна, встречайте и свою посылочку тоже. После отправки так же приложу трек-номер в личное сообщение. Ну, а следующий набор я отправляю в город Борисоглебск, Воронежская область, Ирина Суриной. Ирина, ваши хризантемы готовы. Сейчас упакую. Ждите свою посылочку. Еще одна посылочка, которую я сейчас буду упаковывать, отправляется в город Воронеж. Получатель Татьяна Барякина. Татьяна, ваши растения готовы. Как отправлю, так же добавлю вам чек в сообщение. И после отправки обязательно, друзья, сразу пишите, кто получит свои посылочки. В каком состоянии пришли, за сколько дней. Это, конечно, будет и на следующий год. Очень полезно для тех, кто будет получать посылки. Потому что ваши фотографии я все выставлю тех растений, которые вы мне добавляете в личное сообщение. То есть эти хризантемы желательно сфотографировать, когда вы получите. И завершающая посылка на сегодня идет также в Воронежскую область. Получатель Татьяна Молчанова. Ваши растения я тоже сегодня буду упаковывать. Но уже за окном совершенно темная ночь, глубокая ночь. Поэтому, может быть, оттенок растений совершенно другой. Ну что, друзья, работа сегодня была плодотворная. Еще часть посылок я отправила. Наберитесь терпением. Все вы получите свои посылочки. Понравилось видео ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи. И до новых встреч, друзья. До новых интересных видео. Всем пока-пока.